МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стрядчики обещают наверстать отставание от графика при первом же потеплении. В строительном университете открыли лабораторию для испытания стройматериалов и дорожного покрытия. Оборудование позволяет моделировать жаркое лето и холодную зиму. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник в Новосибирске закончится отопительный сезон. Соответствующее постановление уже подписано. В этом году батареи греют непривычно долго. Сразу после окончания отопительного сезона энергетики начнут испытания теплосетей. Обещают, что в день города в качестве подарка отключать горячую воду не будут. Тему продолжит Михаил Якимов. Отопительный сезон заканчивается. В понедельник батареи начнут отключать. Решение принято на основе прогноза. Метеорологи уверяют, со следующей недели установится среднесуточная температура выше 7 градусов. Некоторые потребители тепла к его отключению уже готовы. Раньше должны были отключиться. Раньше это не... Продлили на неделю. Но если честно, я закаленный, мне все равно. Чего и другим желаю. Не согласна, потому что холодно. Холодно было бы теплее, разговоров бы не было. Пока еще ночные температуры минусовые. Сибирский климат регулярно вынуждает продлевать отопительный сезон. В этот раз почти до конца мая. Когда наступит лето, еще неизвестно. Но зиму система теплоснабжения выдержала. Отопительный сезон прошел без ЧП. Он прошел для нас более спокойно, чем в прошлом году. Количество отключений по в этом году у нас снизилось порядка 5% в отопительный сезон общее. О чем говорит, опять же, применяемый уже третий год именно процесс проведения гидравлических летних испытаний. Если похолодание задержится, энергетики готовы возобновить подачу тепла. Но затягивать с испытаниями сетей тоже не хотят. Помимо проверки давлением, теплотрассы в этом году будут проверять еще и методом температурной волны. То есть запускается высокая температура теплоисточника. Она проходит по самым дальним точкам сети и возвращается на станцию. Такие испытания проводят раз в 5 лет. За процессом диспетчеры следят непрерывно. Подачу горячей воды при утечке перекроют оперативно. Испытания на максимальную температуру планируют начать 23 мая. Первыми проверят теплосети ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной. После проведения гидравлических испытаний и испытаний на максимальную температуру, а в этом году она у нас будет составлять 130 градусов, мы плавно перейдем к ремонтной кампании. Во время испытаний на максимальную температуру основную часть потребителей не будут отключать от водоснабжения. А вот гидравлические испытания начнутся 29 мая. Тогда в городе стартуют привычные массовые отключения воды. Михаил Якимов, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Мэр Новосибирска вместе с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства проверил качество работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году в городе ремонтируют 6 крупных участков. Кроме того, должны ликвидировать 9 очагов аварийности. Анна Буянова продолжит. Старт ремонту дорог по федеральной программе дан месяц назад. Но сегодня подрядным организациям наглядно показать нечего. На объектах нет даже дорожной техники. Приходится объяснять на слова. Планируемые работы, которые будут осуществлены на объекте. Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, замена существующего бордюрного камня. Однако подготовительные работы проводят. Старый слой асфальта подрядчики срезали. Нанесение выравнивающего слоя пока тормозит погода. Чтобы провести работы качественно, необходима температура не ниже плюс 5 градусов. Нарушение технологии – брак. Переделывать работу за свой счет у подрядчиков желания нет. Хотя за прошлогодние ошибки ответить придется. В частности, сейчас переделывают разметку. Пластик, нанесенный осенью, не дотянул до весны. Было предложение сделано о том, чтобы мы в зиму заходили с краской, менее дорогостоящей. А уже в мае месяце, как сейчас, вы видите, мы наносим дорогостоящий материал термопластик. Контроль работ по программе «Безопасные и качественные дороги» жесткий и со стороны власти города. Регулярно проверки проводят и федеральные чиновники. Нужно смотреть по погоде, по прогнозу погоды, с тем, чтобы эту работу выполнять одновременно ритмично, не останавливаясь, с достаточно быстрыми темпами, но при этом не нарушая ниже лежащих слоев. В федеральной программе Новосибирск участвует второй год подряд. В планах на 2018-й провести ремонт на шести объектах. Одно из проблемных мест – Димитровский мост. За ходом работы Анатолий Локоть следит лично. Я регулярно это делаю. Мы начали контроль за выполнением программы БКД почти месяц назад, с момента старта работы по этой программе, потому что фрезерование начали, честно говоря, сразу после праздника. Практически сразу после праздника. Но очень важно здесь соблюдать технологии. Чтобы не создавать многокилометровые пробки, дорожникам приходится работать в основном ночью. Пока погода тормозит процесс, но подрядчики обещают наверстать отставание при первом же потеплении. Анна Буянова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Департаменты образования Новосибирска и Москвы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве. Оно будет взаимовыгодным. Фактически это признание достижений новосибирской системы образования. Мы всегда считали и считаем, что город Новосибирск нашим партнерам всегда интересен. Это научный, образовательный, культурный центр. И наш опыт, он, конечно же, безусловно вызывает интерес у наших коллег из других регионов, из других городов. Прежде всего, соглашение станет стимулом для обмена передовыми педагогическими технологиями и для повышения квалификации учителей. Оно позволит использовать ресурсы столичных школ. Москвичи после визита в новосибирские школы дали положительную оценку работы системы образования. Были готовы к тому, что мы увидим очень интересную систему построения социального партнерства, раннего выявления и выращивания талантов детских, одаренности детских. Мы предполагали, что увидим очень раннее и глубокое построение инженерного образования. И мы не ошиблись в своих прогнозах. Сымитировать жаркое лето или экстремально холодную зиму, чтобы проверить качество строительных материалов. Новый лабораторный корпус торжественно открыли сегодня в Архитектурно-строительном университете. В тестовом режиме здесь уже больше года комплексно испытывают строительные материалы и конструкции. Не только в образовательных и научных целях, но и для компаний, которые возводят дома и дороги. Возможности лаборатории оценила Вероника Иванова. Глава города и глава строительного университета на пороге новой лаборатории. Теперь сотрудники во всеоружии, чтобы оценивать качество новостроек и асфальта на новосибирских дорогах. Сергей Отточка испытывает прочность бетона. Устойчивость конструкции не страдает. Прибор работает методом ударного импульса, то есть прибор включается, датчик подносится к поверхности бетона, производится удар и прибор показывает, какая прочность у этой конструкции. Всевозможные весы, комплекс, проверяющий прочность полипропиленовых стройматериалов на разрыв – все в одном месте. Заказывают исследования исполнители дорожного ремонта. Федеральные дороги мы еще не проверяли, но дороги местного значения – да. Это идет проверка уплотнения, уплотненного грунта и выдача на соответствие. Допустим, если мы выявляем факт недоуплотненного грунта, подрядчики автоматически идут на наши выявленные дефекты, уплотняют, мы проводим повторные испытания. Качество стройматериалов чаще всего в норме. Проверяют их не только механически. Это жемчужина лаборатории, климатическая камера. Сейчас там температура 3-4 градуса выше нуля, намного теплее, чем температура за окном. И образцы бетона испытывают на морозостойкость. Смоделировать здесь можно жаркое лето, подняв температуру до сотни градусов, или зимнюю стужу до минус 60 и не только. Камеру реконструировали и автоматизировали, сэкономив несколько миллионов рублей для вуза. Отечественная камера таких объемов стоит 4,5 миллиона. Плюс эта камера, мы целью задали, чтобы в этой камере еще можно было проводить испытания на ультрафиолет и испытания на инфракрасный свет. Использовать оборудование будут и студенты, строители и архитекторы, которые учатся в университете. Вероника Иванова, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Анатолий Локоть дал поручение выделить гранты на творческие городские проекты в следующем году, независимо от наполнеемости бюджета. На встрече с деятелями культуры мэр поделился планами заменить мемориальную доску на доме писателя Петра Дедова. Старую табличку родственники Дедова планируют перевезти в родную деревню писателя в Новосибирской области. Эскиз новой представят на худсовете. Обязательство изготовить и разместить доску на себя берет мэрия. В городе продолжат поддерживать и творческие сообщества, и объединения. Так, для театра на Левом берегу и театра под руководством Афанасьева нашли за последние годы новые стены. Помогают и в возрождении сибирской кинематографии. Дом кино получил новое помещение и средства для развития. Представители творческой интеллигенции, в свою очередь, выразили поддержку мэру на предстоящих губернаторских выборах. Анатолий Евгеньевич, у меня к вам личная просьба от нашей команды, которая сформировалась сейчас вокруг нашего дома. Баллотируйтесь на губернатора. Потому что тогда мы, тогда мы, вот эту, как называется, выстроенную нами линейку, а у нас еще один, ну, попанился на льдине в доме кино, а там еще попанился в кинопрокате областом. Все это одна связка, но одна хрупкая. Ты в отпуск собрался? Какой отпуск? За гранпаспорт оформлять? Лето не хватит. Ты чего, сейчас же все просто. Регистрируйся на портале госуслуги.ру, оставляй электронную заявку и жди паспорт. Госуслуги.ру. Проще, чем кажется. Принцип выделения бесплатной земли льготникам региона предлагают скорректировать. Изменения планируют рассмотреть в сентябре, чтобы учесть их при формировании бюджета области на будущий год. Точно, я вам скажу, стоит 22 348 человек. Ну, я думаю, что если все встанут на очередь еще, как бы, и поймут, что есть смысл, перспективы, то на льготных граждан больше. Там есть герои Советского Союза, герои есть соцтруда, которые хотят воспользоваться своей льготой. Надо находить решение, снять эту социальную напряженность. Бесплатно участки земли предоставляют ветеранам, участникам боевых действий, инвалидам, семьям имеющим детей инвалидов, ветеранам труда и многодетным семьям. Для того, чтобы встать в очередь, нужно прийти в администрацию, написать заявление и представить документы, подтверждающие льготы. В основном, земли под застройку или огород выдают далеко за пределами города. За 2017 год нам предоставлено 43 участка, за 2018 – 8 участков. Чем обусловлено такое маленькое количество предоставлений? Первое – это то, что генеральным планом города Новосибирска не предусмотрено расширение территории, занятых индивидуальной жилой застройкой. Сегодня в черте города свободных земель просто нет. Специалисты Департамента социальной политики, замещающие родители и выпускники детских домов обсудили, какое внимание сейчас важно для детей-сирот. Это не маленькие, несчастные, обездоленные дети в большинстве своем. В большинстве своем сейчас это ребятишки подросткового возраста. И это очень сложные дети со сложной судьбой, с очень тяжелым бэкграундом. Люди должны понимать, что потребности тех, кто сейчас находится в детских учреждениях города и, может быть, в замещающих семьях, они немножко другими. Новосибирск – один из лидеров в стране по работе с замещающими родителями и приемными детьми. Сейчас в детских центрах проживают около 130 детей-сирот. Несколько лет назад их было намного больше. Кроме того, новые родители стали реже возвращать детей, и это заслуга новых методик. К примеру, специальная служба помогает в решении конфликта в семье с помощью независимого человека – психолога. Я считаю, что должна быть очень большая работа проведена среди педагогов. Соответственно, каждому должно это быть важно, а не просто работа должна быть. Должно быть семейное отношение, и только если педагог полностью открыт ребенку, то и ребенок, соответственно, открывается педагогу, и тогда возникают настоящие искренние отношения, и дети могут с легкостью все свои рассказать, все свои проблемы, и тогда можно уже найти решение какое-то. Три сотни школьников и студентов со всего города приняли участие в акции «Чистый город». Наводили порядок на территории 25-й больницы. Акция была еще и образовательной. Ее участники узнали о таежных травах и деревьях, которые растут в городе. Наша задача не собрать их просто для того, чтобы они собрали мусор и разошлись, а чтобы они прочувствовали и поняли, что кидать мусор – это плохо. И они к этому готовятся, стараются выглядеть хорошо, стараются соответствовать экологическому настрою акции. Эхологическим уроком является то, что когда ребята будут собирать мусор, то они будут знакомиться с теми растениями, которые здесь находятся на территории 25-й медсенчасти. Кроме уборки, во время акции собирали использованные батарейки. За сданные вредные отходы школьникам вручили раскраски с играми про родной город. Хорошее настроение участникам акции помогло поддержать полевая кухня. Школьников накормили гречневой кашей с мясом и напоили горячим чаем. Кем гордится Новосибирская область? Выбери своего героя! Десят финалистов в десяти номинациях претендуют на победу в первой региональной премии «Народный герой». Голосуй за достойных на сайте nsk.narodnyegeroi.rf. Генеральный партнер премии «Газета Бабанк» в Новосибирске. В Новосибирске наградили лучших ученых. Научные сотрудники получили муниципальные гранты на реализацию своих идей. Эти проекты – заказ от города. Мы попросили профильные департаменты сформулировать те проблемы, которые существуют перед нашим городом и предложили нашим молодым ученым принять участие в решении этих проблем. Гранты получили как ученые Сибирского отделения Российской академии наук, так и представители вузов инновационного бизнеса. Восемь проектов получили поддержку в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Задачи разные. Разработка плана благоустройства сквера в Академгородке, программные модули для незрячих и слабовидящих, а также решение актуальных проблем – пыль на дорогах и тополины пух. Существует множество факторов образования пыли, и цель исследования как раз-таки в том, чтобы выделить основной источник запыленности в городе и дать рекомендации по уменьшению. Те тополя, которые пылят, их необходимо заменить новыми сортами. Как раз на это и направлен наш проект. То есть мы получаем формы, которые не пылят, нет тополиного пуха, и формы более устойчивые к загрязнению и устойчивые для неблагоприятных условий окружающей среды города. Это все новости на сегодня. Быть в курсе событий поможет радио «Городская волна» частота 101,4 FM. А на сайте NSK News.info можно узнать график отключения горячей воды в Новосибирске. На этом наш выпуск завершен. До свидания.